Хорошо, у каждого есть договора, это понятно, но водоканал, теплосеть и другие организации, они роют город. Я могу выехать на места, где не роют, ничего не делают. Я вам когда-то сказал где-то год назад, сколько вы подали иска в суд для того, чтобы эти люди, заплатив большие деньги за благоустройство территории, в следующий раз такого не делали. Вы имеете ввиду перекоп? Да, ну потому что эта территория, потом СЭС берет людей, платит им зарплату, они ровняют или кто-то другой. А эта территория еще одна от всех. Я бы хотел, чтобы вы, заместители, мы прошлись по городу, по проблемным местам, я вас бы провел по улице Богдана Хмельницкого, я бы вас провел по центральной улице, бульвар Космонавта, возле дома были. Где уже такое дерево, где-то диаметром сантиметров 20, выросло на тротуаре. Я с товарищем Василенком разговаривал, они, оказывается вы, власть, не можете найти какие-то данные паспорта, чтобы на админкомиссию. Или вы не хотите найти этих людей? Вы задаете конкретный вопрос, вам на него я сейчас конкретно ответить не могу. То есть вот вы подняли проблему. Потому что, ну, я давно поднимал... Вы можете зафиксировать. Дальше, мы сделали очень хорошую инициативу. Давайте сделаем, чтобы люди хорошо торговали. В результате наша инициатива превратилась в проблему. Потому что вы там построили ларек, строите. Загородили магазины. Сделали такой узкий проход. Никаких стеллажей, их поминет там нет. На юбилейном все люди торгуют. Вы видели там? Там же строится поездка. Смотрите. Люди перейти через переход, который до Засядька не могут. Нет, нет. До рынка, до банка люди зайти не могут. Те, кто идут в поликлинику. А уже возле поликлиники, уже туда, за той переулок перешли люди продавать. Но, та инициатива, я видел этот рисунок, но нету этого поднавеса. То есть, ларек строят, поднавеса нету. Миллион. А где эти миллионы вы деваете? Где миллион, как вы? Ну, туда выделили сколько? Миллион? Это только планов. 300 тысяч предоплаты отдали на то, что делать. Пока больше денег нет. Да, выделили миллион на собачник. Где этот миллион? Ну, выделили, есть решение. Собачник, а в данной ситуации. Есть решение здесь. Людям, которые сидят здесь, им вообще не доставят. А вы кто? Я представитель национального руха Дея. Вы секретарь Минской Ради. Как вы принимаете решение про выделение земли, если вы заранее знаете, что люди из того будинка Кустанатова, да, будут поднимать это вопрос? Неужели вы этого не знаете? Вы это прекрасно знаете, но заранее принимаете. И этот дядька, с темненьким образом, не знаю его фамилию, кричит, да мне пара-барабану, я знаю все эти цапы там, прочее. Вы мне ничего не сделаете, я тут всех построю, и местную владу тоже построю. И она и так про вас говорит. Это ваша заслуга, что про вас так говорят. Вы себе позволяете так делать? Вот такое дерево в парку театральном, вот такое дерево выросло уже на самой линии бордюров. Ну, что мы проверку, мы будем скоро ехать в Абхазии. Дерево, дерево, а что с Путепроводом? Ждем финансирования Государственного областного ГУДТ. Полтора месяца ждем. Ну, почему, Путепровода, почему я? Полтора месяца людей. Почему Павел Иванович, я в Жибрильскому буду три раза в тихарях. Почему Павел Иванович, что поднимаем его в питание? Сколько вы будете по этому питанию в Жибрильскому? Вот скажите, сколько? Раз в неделю мы регулярно бываем в отделе экономики. Ну, чему тут не долгима на сайте? Выпущите на сайте, что я? Вот такие. Пока не будет финансирования, это будет много. Подождите, мы сегодня звонили. Сказали, пока губернатор не выйдет с отпуска, решили финансирование. Я знаю, я знаю, я. Когда у вас запланирован его запуск? Когда у вас запланирован запуск и эксплуатация? После начала финансирования, через 90 дней, Алексей. Покажите по плану, когда? После начала финансирования. Так, подождите, а планы на финансирование кто нам выделяет? Покажите план. Область. Какой план из всего нет? Ну, когда вы закрывали, вы должны были запланировать. Где запланирован? Деньги не выделяются, уважаемые. А вы планы не делали? Они на это не выделяются. Конечно. Подождите, мы сегодня что имеем? Август месяц. Аня, вы послушайте. Деньги должны прийти в виде распоряжения губернатора. Подождите, распоряжения губернатора о начале финансирования. Его нет. А за что? За какие средства было вот это все сделано? Прошлый год, прошлый год, 16-й, 15-й. На Путин первый конкретно. Это какая разница? Так транш-то уже был? 15-го года. 15-го года. В 16-го году ни одного финансирования еще не было. Бюджетный год закрывается, 15-й. Правильно. И открывается бюджетирование в 16-м году. Те деньги, значит, ваши ушли. Значит, вы получили транш-16-го года. В 16-м мы не получили никаких планов, нет. Мы вам говорили, что еще раз вам говорили. Так нет. Что, ай-яй-яй. Разрешите два вопроса. Первый вопрос. А зарпаду за интенсивность получает. Подождите. Первый вопрос. Первый вопрос такой. Подняли цену на воду. 18-75. На каком основании? Почему не было никакого этого дела? Дальше. Второй вопрос. Значит, сейчас по сведениям, значит, хотят повысить эту самую квартплату. И притом во много раз. Буквально не сегодня, а завтра. Вот. По всем сведениям. А? По всем сведениям. Ну, что ж. Хорошо. Хорошо. Одна бабушка сказала. Я вам поверю. Значит, что. Если вы сейчас скажете, повышать не будет, все. Я такого вам сказать не могу. Вот. Тогда не надо говорить, что вы простите. Вы меня простите. Нет. Я вам говорю о том, что повышение квартплаты планировалось в прошлом году, но оно не произошло, это повышение квартплаты. Просто сегодня, скажем так, мы с вами прекрасно понимаем, что если все удорожалось, то квартплата по большому счету в принципе не сможет так долго выдержать. Абсолютно с вами не согласен. Хорошо. Абсолютно. Сейчас я вам... Субтитры сделал DimaTorzok